Здравствуйте, меня зовут Жуков Ярослав Николаевич. Я директор школы имени Достоевского, расположенной в районе Люблино. 8 учебных корпусов обучают более 3000 обучающихся нашей школы, от дошкольной ступени образования до старшей школы. Одной из основных точек роста является развитие преемственности между ступенями дошкольного образования и начальной школы. Для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям. В рамках дополнительного образования педагогами начальных классов разработана система развивающих занятий для дошкольников по разным предметным областям. Дошкольные группы оснащены развивающим трансформируемым пространством. Одним из направлений развития дошкольников является формирование инженерного мышления с использованием разнообразных видов конструирования. Авитоис, компьютерная графика, Лего Мир. Воспитанниками дошкольных групп также являются дети с особыми возможностями здоровья. Коррекционно развивающая работа с такими детьми осуществляется специалистами психолого-педагогической службы с использованием специального оборудования и методик, которые учитывают психофизиологические особенности и индивидуальные возможности. В нашей образовательной организации реализуется проект «Эффективная начальная школа», который позволяет ученикам идти по индивидуальному образовательному маршруту. Также в начальной школе предлагается обучение в прокадетских классах, в которых старшие кадеты становятся наставниками для прокадетов, передавая эстафету военно-патриотического воспитания, что способствует формированию успешной ранней социализации. Одной из главных целей нашей школы является развитие талантов школьников, выстраивание индивидуальной траектории для профессионального самоопределения. В часть учебного плана школы введены элективные курсы, которые позволяют обучающимся осознанно выбрать профиль своего обучения. Начиная с пятого класса на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 26 кадр и Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара проходят уроки технологии. Участвуя в проекте «Профессиональное обучение без границ», школа сотрудничает с московскими колледжами. Наиболее популярными компетенциями являются дизайнер, помощник руководителя, декоратор витрин. Активное участие наши обучающиеся принимают в чемпионатах KidsSkills, WorldSkills, Обилимпикс, начиная с шести лет. В этом году ученик нашей школы занял третье место на чемпионате Обилимпикс по компетенции веб-дизайна. Также старшеклассникам для определения будущей профессии помогает участие в проекте «Профсреда школы». Наша школа вошла в топ-5 лучших школ Москвы по профориентационной работе, реализуя проект «Ранняя профориентация школьник». В нашей школе реализуется городской проект «Математическая вертикаль», благодаря чему проводится многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным областям. Мы участники проекта «Кадетский класс» в московской школе. У нас 4 кадетских и 3 прокадетских класса. Наши кадеты – члены отряда общественного движения «Юнармия» и активные участники волонтерского движения. Победители межрайонного слета инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Кадеты принимают участие в московском форуме кадетского движения «Честь имею служить отчизне» в городском смотре-конкурсе «Лучший кадетский класс». В нашей школе открыты 368 объединений дополнительного образования, способствующие саморазвитию, самоопределению и самореализации обучающихся. Благодаря сотрудничеству с Центром дополнительного образования «Лаборатория путешествий» наши обучающиеся побывали в походах третьей и первой категории сложности в Карелии и Краснодарском крае. Участвуя в проекте «Московское долголетие», наша школа реализует широкий спектр занятий для москвичей старшего возраста, которые способствуют укреплению здоровья, получению новых знаний и расширению кругозора. Результативность работы и стратегические вопросы развития школы обсуждаются в рамках Управляющего совета, члены которого участвуют в семинарах по вопросам государственно-общественного управления, а также осваивают программу повышения квалификации. Большое внимание мы уделяем работе ученического самоуправления, внедряя предлагаемые ими инициативы. На конференции «100 вопросов директору» ученическим самоуправлением был предложен проект «Тематические пятницы», развивающий креативное мышление и вкус. Такой подход позволяет придерживаться официального стиля одежды, при этом поддерживая самовыражение обучающихся в свободный от формы день. Второй год мы принимаем участие в открытом форуме по профориентации образовательных организаций. В этом году мы заняли первое место с проектом «Дневник классного руководителя», транслируя свой опыт коллегам из других школ. В этом году команда учителей нашей школы стала победителем Олимпиады по функциональной грамотности. Среди 850 команд учителей наши педагоги заняли первое место. В школе имени Достоевского открыты два музея – Музей Великой Отечественной войны и Музей трудовой славы Люблинского литейно-механического завода. Материалы музеев являются частью проекта «Учебный день в музее» и помогают нашим обучающимся готовиться к социокультурным Олимпиадам. Одним из самых масштабных событий нашей школы являются международные Достоевские чтения, которые ежегодно собирают участников с числа обучающихся школ России и зарубежных стран. А в качестве жюри конкурсов выступают филологи, историки, журналисты, писатели, ученые и исследователи. На конференции ученики представляют свои исследовательские проекты и творческие работы. Завершаются Достоевские чтения защитой проектов и торжественные церемонии и награждения. Все это и многое другое – школа имени Достоевского, где каждый ученик – личность, а педагог направлен на то, чтобы развить в этой личности все самые главные качества и сделать достойным гражданином нашей страны.